Доброго и прекрасного утра из солнечного и снежного Каларада. Город только просыпается, потому что все-таки утро субботы. Я, к сожалению, сегодня полдня работаю, поэтому на лыжах не получится покататься, потому что еще намечается у меня встреча во второй половине дня. Скажу честно, я опечалена по этому поводу. Так, ну я возле сити-маркета, у меня сегодня задание купить донатсы для клиентов, как обычно, по субботам мы делаем. И вот, быстро покажу. У нас уже, видите, везде елки продаются, украшения, ну все, что на тему Крисмаса. Я все себе цветок присматриваю для апартментов, и хочется мне что-то такое долгоиграющее, чтобы цвели. Цвело растение долго. Вот смотрите, какая прелесть. И белые есть цветы, и красные. Или это они пока не раскрылись, не поняла. Вот. Всего лишь 8 баксов стоит счастье. Можно купить вот такой огромный за 20 баксов, да? А вот мне вообще понравился. Вот этот вот. 25 баксов. Тоже белые, красные цветы. В таком подарочном лукошке сейчас покажу. Так он же будет несколько месяцев, ну 100% цвести. Боже, что же выбрать, что же делать, как же быть. Ну и, конечно, пуансетти везде. Как только вот День Благодарения к Крисмасу идет. Все пуансетти, а обязательно в Америке повсюду. Это такой у них рождественский цветок. Мне тоже нравится. Один уже в наших апартментах стоит. Да, и немножко удивили меня тюльпаны зимой. В декабре месяце. Зато интересно, смотрите, как с елочкой букеты сделаны. Тюльпаны и елочка. У нас девчонки договорились вот с бейкери. И по субботам же мы каждую субботу покупаем. Две коробки донатсов. Нам это все надоело. Тратится время, пока выбираешь. И вот мы договорились с ними. Они нам уже там чего-то микс накладывают. Мы просто подходим и забираем эти две коробки. И не нужно вообще тратить время или там что-то выбирать. Иногда приходишь, может быть, вообще там полупусто. Да, донатсы в Америке это очень популярно. Поэтому не удивляйтесь, что американцы их едят с неимоверной силой. Ну и вот она, эта манящая витрина. Не, ну мне бы было, конечно, сегодня из чего выбрать. Зато у меня сейчас есть время для себя что-то купить в шоппинг. Вот так вот я параллельно по работе покупаю что-то. Ну, заодно себе каких-то продуктов. Ну, естественно, за свой собственный счет. Но не нужно дополнительно ходить в магазин. Я вот такие вот люблю. Тарн-норвэрс. Тарн-норвэрс. Я даже не могу это проговорить. В общем, слойки с вишней. Всем привет-привет. Ребят, сегодня я хочу затронуть очень интересную тему. Это финансы, доверие к другим людям и забота не только о себе любимым, но еще и о своих родственниках и близких людях. Вот что я имею в виду? Ну, кто знает, кто нет, я работаю в банке. И, ну, может быть, эта профессия налагает на меня определенный отпечаток. Хотя, не думая, я всегда была таким человеком, который в любой критической ситуации сразу задает себе главный вопрос. А что случится вот со всеми, например, моими сбережениями и накоплениями? Да, я работаю, и в любом случае у меня есть какие-то средства, там для кого-то это, не знаю, 3 копейки, для кого-то, может быть, большие деньги. Но для меня в любом случае что есть, то есть. И вот я всегда задаю себе вопрос, если вдруг со мной что-то случится, ведь мы никогда не знаем, что может быть, что случится со всеми этими деньгами, ради которых я работала и достаточно тяжело. Так вот, вы знаете, сейчас работая в банке и уже открывая аккаунты, да, для наших клиентов, я постоянно их спрашиваю при открытии аккаунта. Вы хотите добавить какого-либо человека, как вашего, ну, здесь это называется POD, если дословно переводить, называется Pay on Death, то есть это человек, имя которого можно добавить на аккаунт, он не будет иметь никакого доступа к вашим средствам, и такой доступ может получить только в случае, когда с вами что-то случится, ну, по сути, если вы умрете, да. Вот я не знаю, там задают ли мои коллеги все время этот вопрос, я постоянно спрашиваю каждого клиента. И я считаю, это таким образом я им помогаю, да, и оказываю услугу, потому что очень часто люди, открывая аккаунты, даже могут над этим просто не задуматься. И вот скажу о себе, например, все аккаунты, которые у меня есть здесь в Америке, независимо от того, они мои личные или это совместный аккаунт с мужем, вот у меня обязательно на каждом из аккаунтов мой муж значится как, ну, Beneficiary with POD, это так, как это здесь называется, то есть бенефициар, которому будут выплачены все средства в случае, если со мной что-то случится. Вот как-то так. И вот у моего мужа, да, у него есть тоже свой отдельный счет, на котором мое имя не фигурирует, у меня есть точно такие же счета, у нас есть совместный счет. Ну и, скажем так, у меня остался еще один счет в другом банке, на котором только я любимая. И я подумываю о том, что да, для вот полного равновесия и моего душевного спокойствия мне нужно добавить своего мужа на этот счет, ну, в любом случае, как бенефициара. Кстати, сделав это, я пришла домой, да, сделала я это не в один день, и не, знаете, вот сидела-сидела, о, да, нужно там добавить мужа. Нет, открывая счета, я время от времени к этому возвращалась и добавляла его постепенно. Вот, но, конечно же, в ответ у меня возник вопрос, ответный, да, типа, дорогой, а ты меня добавил на свой счет, как свою жену, вот, потому что, ну, он все-таки лыжный тренер, да, и я желаю моему мужу долгих лет жизни, не дай бог вообще, чтобы с ним ничего не случилось, но тем не менее, я считаю, любой взрослый человек должен думать не только о себе, но и о своих близких, что будет с ними, на какие средства они будут жить, на какие средства они будут проводить все вот эти похоронные хлопоты и так далее. И вот, возможно, кому-то из вас это даже, ну, как-то очень странно слушать, но я хочу вам сразу сказать, ребят, в Америке этот вопрос обсуждается, ну, не знаю, вы еще можете быть ребенком, и этот вопрос будет обсуждаться обязательно, там, о возможности завещания сразу, о включении вашего имени, там, в какие-то бумаги, о размещении вашего имени на расчетных счетах и так далее. И здесь это считается нормальным. Вот возьмем те же страховки, да, американские, медицинские страховки, я имею в виду. Я тоже, когда оформляла страховку, мой муж, естественно, ну, в этом году он был, ну, на моей страховке, но, тем не менее, он тоже включается сюда, и в случае, я доплачу деньги за это, правильно, если что-то случится, по крайней мере, ну, он может иметь какие-то выплаты после этого. И, опять же, вот вернусь к теме, кому-то это очень странно слушать, да, особенно я ловлю себя на мысли, что вот для жителей наших стран, там, вот Украина, Россия, у нас не принято обсуждать такие вещи, да, и считается, о, боже, ну, что ты такое говоришь, да, долгих лет тебе жизни, и вообще, ну, это неприлично об этом думать. Более того, вот, я считаю, родители часто поступают необдуманно, когда, имея детей, они живут просто, знаете, и не задумываются о том, а вот что станет с недвижимостью, с той же квартирой, да, когда они там, не знаю, умрут по старости, или не дай бог что-то случится, они об этом не думают. Так вот, в Америке здесь, ну, 95% населения задумывается о всех финансовых вопросах, ну, намного раньше, чем, не дай бог, какой-то инцидент настанет. И вот я считаю, это абсолютно правильно. И научила, кстати, меня такому вот образу мышления, не Америка, я словила себя на мысли о том, что я всегда была таким человеком. Вот, и сразу задумывалась, ну, как мы будем делить финансовые средства. И вот скажу на примере вот своей семьи, вот у меня бабушка, дедушка, да, царствие небесное уже, вот они, к сожалению, люди той старой закалки, да, жители Советского Союза, когда у нас не принято говорить о материальном, они, например, вот дедушка мой наотрез отказывался переписать, например, еще при жизни, да, на мою маму, например, сделать завещание какое-то, что там ей достается та несчастная квартирка, которая у нас есть, вот, он всегда говорил так, вот я умру, и вы типа делайте, что хотите. Вот, с одной стороны, конечно, вот есть такие передачи, да, мы, которые, посмотрев, становятся страшно, потому что есть дети, злоупотребляют доверием родителей, и после того, как те переписывают на них имущество, там их выгоняют на улицу, и, в общем, все это ужасно. Но, по большому счету, ребят, я считаю, вот, ты родил детей, у тебя есть какая-то ответственность за них, и, в принципе, ну, ты же видишь отношение к себе на протяжении своей жизни. Конечно, если у тебя есть повод призадуматься, да, потому что дети, там, внуки относились к тебе плохо, это один момент, но если у тебя таких поводов нет, ну, я считаю, что это, ну, неправильно, да, жить своей жизнью до последнего, а потом делайте, что хотите. Знаете, по принципу, после меня хоть потоп, потому что вот даже на моем веку я видела очень много примеров, когда те же, там, братья и сестры, родственники, которые были якобы в нормальных отношениях друг с другом, потом, после смерти, да, там, главы семейства начинали, что, ругаться, портить отношения, судиться, потому что доходило дело до дележки имущества, да, и вот тут не все были согласны. Так вот, чтобы исключить такие моменты, я считаю, что любой взрослый человек, а тем более тот, который имеет детей, должен думать обо всех этих финансовых моментах еще при жизни. Вот, и вот, опять же, возвращаясь к своему примеру, вот, например, моя бабушка уже, ну, совсем когда старенькая была, мама с ней так поговорила, там, мам, вот как ты считаешь, ну, может быть, мы что-то сейчас, да, какие-то бумаги оформим на квартиру, и вообще, вот, ребят, зачем потом эта беганина, нужно тебе побежать в 150 инстанций, вступить в наследство, опять все бумаги переоформить, заплатить, отстоять в очередях, зачем, если всего этого можно избежать. Так вот, моя мама, набегавшись, например, после смерти нашего дедушки по всем этим инстанциям, да, поговорила уже с бабушкой, но, слава Богу, бабушка та была более, ну, как бы, не знаю, наверное, более таким правильным человеком, и вот все вопросы с наследством мы еще решили, слава Богу, при ее жизни. Но мама, намучавшись, да, на своих ошибках, она, дай Бог ей долгих лет здоровья, например, на нас с братом, она уже соответствующие бумаги подписала. Вот, и я считаю, это абсолютно правильно. Вот, ну, опять же, если перейти, скажем так, к началу нашей темы, вот что, например, я своего мужа поместила на все расчетные счета, которые у меня есть, кто-то может тоже сказать, да, а почему мужа, почему там ни маму, ни брата, ни своих родственников. Ну, я вам так отвечу проще. Ну, во-первых, я живу сейчас в Америке, мои родственники в Украине остались, и если я, например, включу их имя, ну, на свои счета, не дай Бог, что-то со мной случится, то для того, чтобы эти деньги получить, им нужно будет прилететь сюда. Ну, учитывая то, что у них нет ни визни, ни загранпаспортов, в общем, я думаю, что это будет для них проблематично сделать, и если даже возможно, то вопрос, какие сроки они это смогут сделать. Вы сами понимаете, что получить американскую визу иногда бывает непросто. Поэтому я считаю, что я своему мужу доверяю, вот, конечно, я включила его имя, потому что ему будет проще получить эти деньги. Вот, как-то так. Кто-то может сказать, блин, да вот сколько историй, когда вы там, не знаю, включаете этого человека там в свои бумаги, в наследство, и потом что-то с вами происходит плохое. Ну, вы знаете, вот я считаю, опять же, это вопрос доверия. Вот как мой дедушка, он, видимо, не доверял маме, не знаю почему, видимо, смотрел очень много этих передач, хотя я считаю, никаких прецедентов не было к тому, чтобы он своей семье настолько не доверял. Да, вот я своему мужу доверяю. И вот лично я считаю, что, ну, как бы там ни было, вот я здесь работала, трудилась, у меня есть там, ну, маленькие какие-то сбережения. Ну, с какой стати я их должна просто, вот, знаете, не знаю, отдать государству? Ну, смысл? Я считаю, что мои близкие люди, которые, ну, здесь это мой муж в Америке, да, что эти люди, они достойны иметь доступ к моим средствам, потому что они в моей жизни помогали мне, да, мы как-то строили совместное хозяйство, и с какой стати я должна обделить вот этого человека, да, и чтобы все пропало, отдать просто так ни за что деньги государству. Но я этого, я не вижу смысла в этом. Вот как-то так. Да, кстати, моего мужа я также спросила, дорогой, ты меня добавил как свою жену на свой отдельный расчетный счет, на котором мое имя не фигурирует? Он сказал нет. Опять же, почему? Ну, вроде бы говорит, что все время забывает, но собирается это сделать. Хотя, вот, честно, я собираюсь эту тему также немножечко поднять, ну, потому что в моем понимании это не совсем справедливо, почему он на всех моих счетах, как Пиоди, да, а я, получается, немножечко не фигурирую в его бумагах. Я считаю, что это оно не совсем правильно. Да, кстати, ребят, если вы не знали, здесь в Америке есть такая фишка, что если вдруг ты решаешь, господи, добавить человека, как твоего бенефишери, да, в случае твоей смерти, и это не твой супруг, если, конечно, ты на этот момент, там, замужем или женат, то есть, если это кто-либо другой, то твой супруг или супруга обязательно должны быть об этом уведомлены. Более того, они должны поставить свои подписи, что вот они согласны, что кто-то кроме них будет вашим бенефициаром. Представляете? Так что вот в Америке тут, получается, не проскочишь влево-вправо, то есть, от поля зрения супруга или супруги здесь, ну, ты никуда не денешься. Идея такова, что если вы в браке с этим человеком, то он должен знать абсолютно все о ваших финансах, ну, конечно, в пределах разумного. Вот как-то так. Меня это немножко удивило. Это, кстати, тоже одна из подпричин, почему, например, я не поместила имя своей мамы или брата, да, ну, не знаю, мне кажется, это не совсем справедливо по отношению к моему мужу, вот. Ну и также, да, вот, подпиши, дорогой, что ты не получишь мои деньги. Хотя, опять же, я считаю, некоторые люди это делают, это абсолютно нормально. Вот опять же, ребят, о стереотипах. Вот в нашей стране, ну, это бы, я не знаю, общество бы не поняло, как это? Это же там твой супруг, как это так? Ты, типа, ну, хочешь оставить все нажитое кому-то еще. А в Америке здесь это имеет место быть, и это абсолютно нормально. Вот видите, какой разный менталитет получает. Ребят, ну, вот такой был мой рассказ. Если у вас есть что добавить на эту тему, пишите свои комментарии, будет интересно почитать, как вы относитесь к этой стороне вопроса. Но, вы знаете, опять же, подчеркну, что у меня такой образ мышления был всегда. Он не поменялся от того, что я сейчас здесь, в Америке. Хотя нет, наверное, так. От того, что я сейчас уже больше трех лет живу в Америке, я только еще больше, вот, не знаю, укореняюсь вот в таких своих рассуждениях, что это абсолютно правильно. Позаботиться финансово о своих близких, родных. Потому что жить по принципу после меня, хоть потоп, но это неверно. Вот, и делать потом своих детей, родственников врагами, только потому, что они начинают делить наследство, да, или что-то еще, но это в корне неправильно. Очень хорошо, когда еще при жизни все расставлено, знаете, все акценты расставлены, все живут спокойно и знают, что они, ну, как бы, инчуры, да, что они вот сейв. Кстати, вот, например, мой коллега здесь тоже по работе, мы когда подписывали инчурансы, да, страховку на следующий год, мы ее подписываем каждый год, и она может меняться, вот, то есть это не та константа, которую вы не можете изменить. Вы можете менять условия по страховке, но вот в нашем заведении, на моей работе это происходит раз в год. И вот он, например, тоже там можно страховать, да, помимо медицинский план, дентал, это зубная страховка, глазной, но есть еще в Америке очень много всяких страховок, там, в случае, там, car incident, например, в ДТП вы попали, умерли, в случае disabilities получили какое-то, даже не знаю, как это перевести, но, в общем, стали недееспособным, и куча разных страховок, на которые вы можете сами страховаться, и также своего супруга или супругу на них подписывать. Да, очень, кстати, приняты life insurance, то есть, например, если вы умрете вдруг по какой-то причине неожиданной. Вот так вот, мой американский коллега, он свою жену включил там во все возможные страховки, также выбирается порог той суммы, на которую вы можете своего, свою вторую половинку застраховать, и я так поняла, я не знаю подробностей, никто об этом не говорит, естественно, открыто, но я так понимаю, он застраховал свою жену на какую-то сумму больше, чем там минимум. Вот, и он сказал такую фразу, да, вы знаете, конечно, я не планирую умирать, со мной все хорошо, но если со мной что-то случится, моя жена будет чувствовать себя нормально with house payment. Да, они купили новый дом, который ежемесячно платит очень приличную сумму, и вот, как он сказал, в случае, если с ним что-то случится, его жена, у которой не очень большая зарплата, в принципе, будет какое-то время окей, да, и у него будут финансы выплачивать дальше за дом. То есть, видите, как он думает даже сейчас вот об этом. Вот, и для меня это очень хороший пример. Ну все, ребят, на этом точно пока. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ну и до новых видеорепортажей. Пока-пока. Я всех обнимаю и люблю.